Перед выборами 2011-2012 года, очевидно, стало, что основная проблема оппозиции, что у нее нет единого сильного кандидата, единой сильной партии, которая могла бы власть перехватить. Поэтому ясно совершенно, что главная задача оппозиции в интеграции всех усилий. И такие попытки были. Создавали координационный совет. Но в реальности мы понимаем, что, к огромному сожалению, каждый лидер маломайской значимой оппозиции считает себя мегамозгом и обязательно потенциальным лидером страны. И каждый под себя пытается создать какую-то партию и под себя выстроить всю оппозиционную деятельность. В этом плане вместо того, чтобы интегрироваться, наша оппозиция опять занимается дроблением. И от каждого лидера появляются какие-то партии. И все эти партии начинают соперничать не с властью, а друг с другом. И в этом плане партия Гудковых, ну это еще один пример того, что оппозиция занимается дроблением своих усилий, вместо того, чтобы эти усилия объединять. И поэтому, когда у нас придет время следующей избирательной кампании, опять выйдет 50 оппозиционных партий на нее, на эту кампанию. Эти выборы проиграют, а выбор опять выиграет Единая Россия. И наша оппозиция опять разведет руками и скажет, что выборы у них украли. На самом деле, выборы они украли сами у себя.